Всем привет, с вами снова Ред. И делаю то, о чём меня народ давно просил, но я всё время с этим тянул. Но сейчас есть повод. А именно, обзор на коллекционное издание StarCraft 2 Wings of Liberty. Вселенную StarCraft я давно люблю. Вот с этой игры, это первый StarCraft, это его первое оригинальное издание. Сильный номер снаружи на коробочке. От оригинального издания у меня остался ещё и мануал. И обложка картонной коробки. Вот. Всё остальное, к сожалению, утрачено. А вот это уже коллекционный StarCraft 2 Wings of Liberty. Как красивенькая коробочка. По традиции, на коробочке сзади был вкладыш с информацией о содержимом. ЖИМОМ. Вот. Как можно узнать, коробочка под шлюз заточена. Как на все коробочки. Blizzard, она очень стильная. Ну и с чего начать? Ну, наверное, самый простой. DVD с игрой. Ну и вот, когда я ложил, я его испортил. Видите? Неаккуратное обращение. Но это ничего особенного. Диск с игрой. Здесь я заклеил серийный номер коллекционного издания. Если кто-то спросит мне ещё раз, почему я заклеиваю серийный номер, я вам отвечу. Обладая серийным номером, можно взломать учётную запись. Диск с видеосоздания. Вот в Diablo DVD. В Diablo уже лежал DVD плюс Blu-ray. А тут учат только DVD. Кроме того, как и видеосоздание, здесь ещё и все ролики из игры. Всё это снабжено русскими субтитрами. Точнее, ролики снабжены, а сам рассказа нет. Диск с музыкой. Из игры. Если бы точнее, то здесь музыка из видеоставок. Из ставок на движке. Но не сама музыка, которая играет во время битв. Вот. Потом идёт комикс. Такой маленький комикс. Рассказывающий о наёмниках. Ничего особенного. Это первый выпуск этого комикса. Выпуск 0. Дальнейшие выпуски. Не знаю, выходили ли они. Вот эта классная штука. Это личный жетон Джима Рейнера. Не знаю, насколько видно. Видно ли, что это жетон Джима Рейнера. Этот жетон на самом деле является флешкой. На флешке содержится первый Старкрафт и Старкрафт Плудвор. В дополнение к первому Старкрафту. Ещё здесь цепочка. Можно повесить на шею и ходить. Воображать себя космодесантником. Вот. Такая вот прикольная штучка. Ну и самое главное, что есть в коллекционке. То есть то, что я больше любую в коллекционках. Это артбук. Артбук в суперобложке. Вот так он выглядит вес в суперобложке. Мне надо немножко полистать, я думаю. Вот. Изменюю долю артов из этого артбука. Вы уже могли видеть видео по артбуку. По артбуку из артов Blizzard Entertainment. А этот артбук отдельно по Wings of Illyvati. Джима Рейнер. Полный рост. Менгс. Ой, не помню, как его зовут. Тайкус Фингли. Свен, кажется. Так давно играл. Может перепройти кампанию для свяжения памяти. Игра мне очень нравится. Синглплеерная часть. Мультиплеер я проиграв чуть-чуть, понял, не мое. И бросил. Вот. Еще тут есть. Как делались. CGI. И прочее, прочее, прочее. В общем. Отличный артбук в супер-обложке, который является украшением этого коллекционного издания. Внутри коробка, кстати, пластиковая. У нее пластиковые вставки. А снаружи она из плотного картона. И очень стильная. Одна из самых стильных упаковок. Вот. Сколько стоило издание? На его старте продаж в этих ваших Европах. Оно стоило 99 долларов. Или 89 евро. Вот. Это европейская коллекционка. Она позволяет активировать игру для европейского региона. И для особо любителей даже скачать дистрибьютив на русском. И играть на русском. Что, кстати, сделал. Мне очень нравится и русский. Русская озвучка в этой игре. Вообще русская локализация. Вот. Ну, как говорится, ждем продолжения. Ждем Heart of the Swarm. С вами был Рэд. До новых встреч.